Эту пресс-конференцию Владимира Путина Это было заметно уже в фойе, когда репортеры еще только съезжались в Центр международной торговли Здесь словно проходило своеобразное соревнование в том, как корреспонденты намерены привлекать внимание главы государства Я увидела котов этих и я решила, что три пары глаз должны обязательно привлечь внимание, тем более таких жалостливых к нашему вопросу Тем более я вот это вот составила, эту надпись таким образом, чтобы на нее было невозможно не ответить нет Я все время окончила художественную школу, я решила, что пора уже использовать этот навык по назначению И решила нарисовать портрет президента, может быть он оценит мои старания Все-таки я всю ночь не спала, у меня красные глаза, такие же красные, как его галстук и моя надпись Я же сам из города Архангельска, но, естественно, Архангельск, это маленький ребус, я думаю, что довольно простенький Надеюсь, что, по крайней мере, идея, может быть, будет замечена, потому что, на мой взгляд, абсолютно чистейшая удача Заметит, не заметит, сложно угадать Буду надеяться, по крайней мере, потому что из Архангельска пока на моей памяти вопросов на пускайференции Владимира Владимировича не задавали вообще А журналист из Ханты-Мансийска, чтобы задать волнующие жители его региона вопрос президенту Был готов использовать даже практически шаманские ритуалы Я думаю, не будем шуметь, наш президент нас и так замедлен У нас очень серьезный вопрос, и мы считаем, что ни в коем случае нельзя объединять Тюменскую область с автономными округами Почему? Потому что кто думал пять лет назад, что на Украине возникнут Донецкая народная республика, Луганская народная республика Без ложной скромности признаемся, что одним из безусловных лидеров этого состязания в креативе оказалась наша съемочная группа Плакат 12-го канала привлек огромное внимание коллег Мы раздали десятки интервью, объясняя, почему журналисты из Омска хотят просить у президента любви Однако таким легким и ненавязчивым способом мы планировали поднять серьезную проблему Актуальную для многих российских регионов И спросить у главы государства, возможно ли вернуть в Омск хотя бы часть налогов, которые мы потеряли после регистрации «Газпромнефти» в Санкт-Петербурге Ведь с уходом больших денег уходят и мужчины, которые в поисках высокого заработка вынуждены покидать родной регион Отсюда и убитая горем с разбитым сердцем девушка Только вот адресовать наш вопрос лично президенту в этот раз не получилось В целом за три часа Владимир Путин сумел дать ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют всех россиян И в топе таких тем, безусловно, экономическая обстановка в стране Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, ну вот как в полоску, черная и белая Сейчас какая? Сейчас ведь черная Проходит еще там полгода Ну как дела? Да, знаю, в полоску, сейчас-то какая? Сейчас, говорит, черная Нет, тогда же была черная Нет, выясняется, что тогда была белая Вот статистика показывает, что российская экономика, кризис в целом миновала Пик, во всяком случае, кризиса Не кризис, а пик кризиса Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности О чем, на основании чего мы такой вывод делаем В сентябре-октябре прирост ВВП, прирост уже составил, соответственно, 0,3-0,1% к предыдущему месяцу Начиная с мая перестал сокращаться и объем выпуска промышленной продукции В сентябре-октябре зафиксирован небольшой, но все-таки рост промышленного производства Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство Рост там составит не менее 3% Это говорит о том, что мы правильно и своевременно все делаем по поддержке сельского хозяйства Да, и урожай зерновых у нас второй год подряд выше, чем 100 миллионов тонн 103,4 Это очень хороший показатель И еще раз воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить селян за их работу Не могли не спросить президента, безусловно, о роли России на общемировой политической арене Отвечая на вопрос журналиста из Украины, Путин подчеркнул, что Россия не собирается вводить никаких санкций Однако с 1 января режим торговли с этой страной будет другим, без льгот и преференций Пресс-конференции Владимира Путина затем всегда разбирают по цитатам Одно из самых ярких высказываний прозвучало в ответе главы российского государства на вопрос турецкого журналиста Столь стремительное разрушение отношений между Россией и Турцией не выгодно ни одной стороне Более того, это обоим сторонам перенесет только вред Как вы думаете, в этом сценарии есть какой-то третий участник? Мы этого не знаем Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место Не знаю, правильно они поступили или нет Я не хочу, чтобы, вообще не знаю, нужно это американцам или нет Можно себе представить, что на каком-то уровне были договоренности о том, что мы здесь вот навернем российский самолет А вы закройте глаза, что мы зайдем, так скажем, на территорию Ирака И оккупируем часть Ирака Я не знаю, может быть, такой размен и был Нам это неизвестно В любом случае, они всех поставили в очень трудное положение Поднимались в ходе этой пресс-конференции и острые социальные темы Что намерено делать правительство страны, чтобы остановить рост тарифов ЖКХ Почему введение так называемой системы «Платон» для дальнобойщиков Президент считает действенной меры для того, чтобы привести дороги в порядок И одновременно уйти от серых схем в сфере перевозок Говоря о выплатах работающим пенсионерам Путин попросил журналистов донести информацию до россиян достоверно Не искажая принятых правительством решений Откуда вы взяли, что работающим пенсионерам не будут пенсию платить? Нет такого решения Есть решение не индексировать Но, и здесь хочу обратить ваше внимание Пожалуйста, посмотрите на принятые решения повнимательнее Проинформируйте своих читателей Но я думаю, что люди сейчас услышат Если человек принял решение продолжать работать Ему не будут индексировать пенсию в 2016-2017 году А в 2018 году, допустим, он принял решение все-таки прекратить работать И перейти только на пенсию То он не получит денег за 2016-2017 годы Но все равно при выходе окончательно на пенсию Эти индексации, которые сделаны для других пенсионеров Будут учтены и для этой категории пенсионеров И он, конечно, будет получать пенсию уже в индексированном виде И с той индексацией, которую получили за предыдущие годы другие граждане Вообще, за время этой пресс-конференции Владимир Путин ответил более чем на полсотни вопросов Говорил президенту о резко негативном отношении к допингу в спорте Вскоре после чего получил комплимент от журналистки из Кургана По поводу своей отличной спортивной формы Я как женщина не могу не сделать комплимент нашему президенту За то, что вы находитесь в хорошей спортивной форме За это вам огромное спасибо Потому что наши мальчишки на вас равняются И это правда Молодежи, ведущей здоровый образ жизни, стало гораздо больше Без допинга, предупреждаю Без допинга Не обошлось и без личных вопросов Хотя Путин и признал, что не любит распространяться О своей семье, все же развеял слухи о дочерях Значит, говорить о том, где там конкретно мои дочери работают Чем они занимаются Я никогда не делал этого И здесь не собираюсь делать и сейчас По очень многим соображениям В том числе и по вопросам безопасности Значит, и вообще Я считаю, что каждый человек имеет право на свою собственную судьбу Они у меня никогда не были звездными детьми Никогда не получали удовольствие От того, что на них направлены софиты какие-то Они просто живут своей жизнью Делают это очень достойно Эта пресс-конференция побила рекорд по количеству журналистов Но не по продолжительности Самым долгим общение главы государства с представителями СМИ Было в 2008 году 4 часа 40 минут На этот раз официальная часть Закончилась после разговора длиной в 3 часа и 8 минут Плюс еще несколько минут Оставшихся за кадром Прямой трансляции Покидая зал, президент оказался в плотном кольце особо активных репортеров Корреспондент одного из телеканалов Даже сумела передать носки и записку от телезрительницы В целом, журналисты остались удовлетворены разговором Несмотря на то, что далеко не все из них смогли задать свои вопросы Есть у меня подозрение, что меня заметили Но вот слова не дали И вообще в наш сектор Вот если смотреть так Это левая сторона зала То вообще вопросов мало коллеги задавали Говорят, что в следующем году аккредитуют меня и уже моего ребенка И придем вместе И надеюсь, тогда нас точно заметят Какой будет конкуренция среди журналистов в следующем году Сказать, конечно, сложно Но то, что внимание к этому событию снова будет повышенным Это точно Большая пресс-конференция Путина проходит каждый год И такой традицией мало кто из глав государств может похвастаться